Спасибо за просмотр! Ваши комментарии я тоже буду видеть чуть-чуть позже. Поэтому большая просьба, пожалуйста, поставьте ваши плюсики, если все нормально со звуком, если все нормально с видео. Задержка у нас примерно 30 секунд, поэтому все, что вы будете писать, я увижу немножечко позже. И, соответственно, я обязательно постараюсь ответить на все ваши вопросы, комментарии чуть-чуть позже. Поэтому не волнуйтесь, все обязательно до нас, скажем так, все обязательно будет увидено и услышано, все ответы. Итак, хочу сказать, что, пожалуйста, еще раз, если есть проблемы какие-то с видео, есть проблемы со звуком, отправляйте сообщение в наш скайп, вы его видите внизу этой страницы. Либо пишите на почту нашей школы, пожалуйста, на e-mail, все обязательно увидите внизу этой страницы. Наши специалисты обязательно с вами свяжутся и решат ту проблему, которая у вас, возможно, возникла. Итак, давайте попробуем пообщаться, немножечко потренируемся, особенно это касается всех тех, кто первый раз сегодня на нашем семинаре. Напишите, пожалуйста, как вас зовут, из каких вы городов. Очень хотелось бы узнать ваш возраст и как долго вы изучаете иностранный язык. Потому что, конечно же, аудитория каждый раз собирается разная, то есть кто-то учит иностранный язык уже год, кто-то учит уже целый месяц, кто-то еще собирается только учить иностранный язык. И очень часто от этого зависит как раз то, о чем мы с вами и будем вести беседу на сегодняшнем семинаре. Хотя, конечно же, тема у нас готовая, мы будем сегодня говорить о грамматике, сейчас расскажу. Пока вы отвечаете на вопросы, я сейчас расскажу немножко о себе. Значит, зовут меня Мария, и я один из преподавателей школ иностранных языков «Модерн». Кто мы такие? Мы своего рода сообщество преподавателей, то есть все мы уже имеем определенный опыт в преподавании иностранного языка. И, конечно же, мы исследуем определенные, исследуем разные методики, то есть смотрим, какие методы лучше работают, какие методы работают хуже, на какой возрастной группе лучше применяется та или иная методика, потому что работаем, естественно, с учениками разных возрастов. Кто-то больше с детьми занимается, кто-то больше со взрослыми, поэтому уже становится понятным, для какой аудитории лучше применима определенная методика. И теперь уже накопив этот опыт, мы готовы поделиться друг с другом и поделиться им с вами. Именно поэтому мы сегодня проводим сегодняшний семинар, потому что, думаю, вы услышите много чего интересного, много интересной и полезной информации. Ну и, конечно же, в конце семинара у нас для вас будут некоторые интересные предложения, поэтому советую все-таки дожить до конца, несмотря на позднее время. Знаю, тяжелый день у всех, да, рабочий, вот, но думаю, что время пролетит у нас достаточно быстро. Итак, думаю, мы уже все собрались, все желающие сегодня вместе с нами. И хочу сказать, что тема сегодняшнего семинара – это английская грамматика за 90 минут. То есть, что мы сегодня будем обсуждать? Ну, безусловно, будем обсуждать, что же такое вообще языковой барьер, потому что, так или иначе, всех интересует вопрос в основном, кто изучает иностранный язык, почему я не разговариваю, да. То есть, очень часто мы, как бы, знаем много слов и как бы уже кое-что выучили из грамматики, однако по каким-то причинам вот тяжело нам еще говорить. Именно поэтому, конечно же, будем обсуждать то, что такое языковой барьер и с чем его едят, да, если он вообще является ли это каким-то одним таким большим забором, да, каким-то препятствием в нашей жизни, вот, который нам просто мешает, не можем мы через него перелезть и начать говорить на иностранном языке. Либо это своего рода набор каких-то трудностей для кого-то решаемых, для кого-то более сложных, которые нужно просто понять для себя и определить, где на самом деле мы застопорились в изучении иностранного языка. Очень часто человеку не хватает какой-то одной маленькой мелочи, потому что для того, чтобы сделать серьезный шаг вперед. То есть, мы идем, 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 вроде бы как делаем все правильно, на самом деле топчемся на месте. Очень часто для русскоговорящих людей камнем преткновения становится английская грамматика, как ни странно. Хотя в большинстве случаев, конечно же, у студентов из стран бывшего СНГ с грамматикой все, ну, намного круче, чем с лексикой, потому что упор все-таки в школах, в университетах делается в основном на грамматику. Но сегодня мы с вами будем рассматривать грамматику больше с практической точки зрения, чем с теоретической. То есть, какие же самые распространенные ошибки у русскоговорящих людей, которые изучают английский? И каким образом вообще можно с ними бороться? То есть, какие есть простые подсказки, да, чтобы понять, где мы делаем ошибку и как от нее избавиться? Вот я уже вижу, потихонечку приходят ваши сообщения. Трина Чемак, пишу, добрый день с Украины, город Черновцы. Все два года, учу три месяца со времен школы. Не совсем поняла? А, то есть, давно уже не учили, а теперь вернулись, да, к английскому языку. Так, вот вижу, Вита, к сожалению, не знаю точно, как читается фамилия. 30 лет, английский изучаю давно, но проблема с составлением предложений, построением речи, ответа или переписки. Хорошо, я думаю, что, Вита, этот семинар сегодня вам будет полезен в любом случае, потому что мы как раз будем говорить о том, какие есть маленькие такие мелочи в простоянии предложений, да, и вообще, каких ошибок стоит избегать. Потому что, скажу честно, очень часто люди даже на довольно-таки продвинутом уровне, к сожалению, делают очень досадные ошибки. Больше всего это касается экзаменов. Когда, например, ученик уже имеет уровень intermediate, это серьезный уровень, да, то есть он уже разговаривает на иностранном языке, он пишет сообщения, он пишет сочинения, он пишет письма, он читает и не может сдать экзамен. Почему не может сдать экзамен? Потому что делает абсолютно глупые ошибки. Например, отсутствие артикля, либо окончание «с». Это то, на что сегодня я и именно хочу обратить ваше внимание. Итак, для начала, что же такое языковой барьер? У меня есть вопрос к вам. Считаете ли вы, что вы столкнулись в жизни с языковым барьером? Вот хотелось бы узнать, что для вас такое языковой барьер? Считаете ли вы, что для вас он существует? Если да, то в каком виде? То есть что для вас языковой барьер? Это не можем построить предложение, не можем сформулировать мысль, боимся открыть рот, не слышим на слух. Да, что именно вы вкладываете в понятие языковой барьер? Итак, пожалуйста, пишите, я жду ваших комментариев и постепенно буду, конечно же, рассказывать некоторые свои наблюдения по этому поводу. Итак, языковой барьер по определению – это сложности в коммуникации людей, связанные с принадлежностью говорящих к разным языковым группам. То есть что на самом деле происходит? Нас еще с детства в школе учили переводить иностранное с иностранного языка, скажем так. То есть нас учили переводить какую-то мысль, но, к сожалению, очень редко нас учили выражать свое посредством иностранного языка, выражать свои мысли посредством иностранного языка. Вот это одна из причин, по которой возникает языковой барьер. Мы умеем читать, умеем воспринимать информацию, но мы не умеем ее воспроизводить. Так уж получилось, что мы в определенный момент нужный не научились этого делать. Именно поэтому языковой барьер, так вот будем уже говорить открыто, это, конечно же, в основном набор различных мелочей, и для каждого человека это абсолютно индивидуальный момент. Ну вот, например, нам нужно определить для себя свои главные проблемы сообщения на иностранном языке. Это то, что я прошу вас сделать. Нет преград весь мир у ног. Прекрасно, Вячеслав Иванов, у меня вопрос, что вы делаете на этом семинаре. Так, и мы продолжаем. Во-первых, непонимание грамматики. Да, то есть очень часто человек не понимает вообще грамматику, именно поэтому, к сожалению, не понимают его. То есть языковой барьер заключается скорее не в нем, а в том, что то, что он говорит, к сожалению, недоступно носителям языка. Потому что он не может построить предложение так, чтобы это было удобоваримо для иностранца. Иностранец не может его понять. Дальше. Трудности с произношением. Конечно же, очень часто мы боимся произносить английские слова, возникает определенный комплекс. Я скажу честно, у меня есть такой определенный комплекс, только касательно немецкого языка. Есть определенный момент, что где-то произношение все-таки немножечко хромает. И начинаешь думать, ой, да, наверное, я сейчас скажу, а немец мне как послушает, скажет, ой-ой-ой. Говорите-ка вы лучше на английском. Да, конечно, есть и такой момент. Дальше. Восприятие на слух. Очень часто мы думаем, что из-за незнания лексики мы не можем воспринимать на слух иностранную речь. Однако обычно проблема не в этом. Проблема в том, что мы либо не наслушались достаточно, либо мы не знаем некоторых законов и секретов, как лучше научиться воспринимать иностранную речь. Нужно самим просто научиться ее воспроизводить именно в том виде, в котором вы можете услышать ее от иностранца. И это несложно на самом деле. Есть тоже определенные правила и законы. Мы их рассматриваем в некоторых других своих семинарах. Также недостаточный словарный запас. Как ни странно, естественно, если вы не знаете слова, не можете выразить свои мысли. И тут уже мы стопоримся в любом случае, думаем, лучше рот не открывать. Ну и психологические трудности. Это, как ни странно, то, что не связано у нас вообще с языком. Очень часто даже переводчики испытывают психологические трудности. Это волнение, может быть. И, может быть, это то, что у нас идет еще из детства, да, когда мы боимся, боимся позориться, боимся, что нас не так подумают, что с нас будут смеяться и так далее. Вот я вижу ваши комментарии. С трудом подбираю слова при разговоре. Олег, долго переваривая, что мне сказали, а затем долго стараюсь сформулировать предложение. Да, то есть нужно вырабатывать скорость на самом деле. Вита, я плохо понимаю на слух речь, но читаю спокойно. Непонимание речи связано с моей тугоухостью, непривычностью разного звучания. Акцент одного и того же слова, допустим. На самом деле, чем больше вы слушаете, тем лучше вы будете понимать слова даже с разным акцентом. То есть для этого нужно общаться с иностранцами обязательно. То есть либо смотреть фильмы, слушать, либо стараться общаться с носителями, у которых тоже разный акцент. Ну, элементарно можно слушать текст, слушать аудио, слушать диалоги. Тогда вы начнете понимать одно и то же слово в речи разных людей. Естественно, если мы хотим плавать, но не залазим в океан, да, в океан, в бассейн, то мы не сможем поплыть. То же самое примерно происходит с пониманием на слух. Если мы хотим понимать на слух, но недостаточно наслушаны, то мы не можем, к сожалению, воспринимать иностранную речь на слух. Но тут есть еще и, конечно же, некоторые индивидуальные особенности. То есть есть люди у нас, визуалы, это большинство людей, которые лучше всего воспринимают информацию зрительно. Есть аудиалы, их называют, среди преподавателей их называют слуховики. Да, говорят, он слуховик. Что делают слуховики? Слуховики воспринимают все круто на слух, и они могут вот интуитивно определить, о чем же шла речь в предложении. Но, к сожалению, они абсолютно безграмотно обычно строят предложение. То есть для них не существует закона в грамматике. Поэтому, если вы все классно ловите на слух, это еще не значит, что вас поймут на самом деле. Вот, сложности с восприятием на слух тоже вижу. Да, Николай Печков пишет. Сложно понимать речь на слух, строить правильное предложение. Недостаточный, наверное, словарный запас, да? Хорошо. И языковой барьер, Елена пишет. Для меня это когда у иностранцев другая логика. Да, прекрасно, класс. Логика у иностранцев действительно другая. Смотрите, скажу сейчас несколько слов по этому поводу. Значит, самые распространенные ошибки, да, которые у нас связаны с непониманием грамматики. Вот я начну с логики, потому что, как ни странно, у меня их сейчас нет в плане на этот семинар. Значит, у нас с иностранцами, вообще со всеми, есть разная картина мира. Это значит, что мы видим в понедельник. Что говорит англичанин? Он говорит on Monday, на понедельник. Мы говорим, птица сидит на дереве. Что нам говорит иностранец? Он говорит, no, the bird is in the tree. Птица в дереве. The bird is in the tree. То есть, они видят вот эту же картину, только по-другому. То же самое у нас происходит еще и со многими другими выражениями, со многими другими ситуациями. Ну, например, мы говорим, я сделаю все, что от меня зависит. Англичанин скажет, I will do my best. Я сделаю мое лучшее. То есть, что получается? Получается, что есть некоторые обороты, некоторые структуры и некоторые фразы, которые мы должны фактически выучить. Не просто понять, а еще и выучить. Даже понять их нельзя. Можно просто их запомнить, да, как данность. Что в понедельник это on Monday. Вот и логика, пожалуйста. Так, отсутствие глагола to be. Это первая и самая распространенная ошибка в речи русскоговорящих людей. То есть, когда мы говорим на английском языке, мы чаще всего что делаем? Мы говорим, я студент. В английском языке как это выглядит? В английском языке обязательно нужно сказать, I am a student. Я есть студент. То есть, везде, где в русском языке мы можем пропустить, точнее, поставить тире. Я есть студент. Я тире поставили студент. В английском языке обязательно будет сказуемо am. То же самое у нас происходит, если мы можем поставить слово есть. Она есть очень милая. Значит, she is very nice. Очень часто русскоговорящим людям реально тяжело понять, зачем вообще нужен вот этот глагол-связка в английском языке. Вся загвоздка в том, что в английском языке предложение не может не иметь сказуемого, либо подлежащего. То есть, обязательно должно быть подлежащее кто что и сказуемое что делает. То есть, в предложении всегда есть глагол. Поэтому давайте посмотрим, какие вообще самые распространенные случаи употребления глагола to be. Если вы хотите сказать, кто вы или другой человек, вы говорите my name is Joe. То есть, я Joe. Или I am a translator. Я есть переводчик. Мы обязательно ставим глагол to be. Быть. To be, я его называю быть в начальной форме. Что делать? Однако у него есть варианты am, is, are и was, were в прошедшем времени. Поэтому глагол to be у нас очень многолитий. Нужно просто, опять же, по таблицам выучить, как он будет себя вести в разных лицах и в разных временах. Затем, если вы хотите сообщить, где находитесь вы, либо какой-то другой человек, либо вещь, мы обязательно ставим глагол-связку. He is at the office. The cup is on the table. Он в офисе, чашка на столе. Либо мы хотим описать, какой предмет, либо человек. Мы всегда ставим am, is, are, либо was, were. То есть глагол быть. My new car is very comfortable. She is nice. Окей? Понятно, да? То есть, когда мы говорим, какой, моя машина очень удобная, либо она милая. Мы обязательно будем использовать глагол-связку. Вторая ошибка. Очень часто мы вообще не вставим глагол do, либо does в вопросительном и отрицательном предложении. То есть, я не работаю здесь. Что мы хотим обычно сказать? Мы хотим просто взять и тупо перевести с русского языка целое предложение. И хотим сказать, I not work here. Понятное дело, что вас поймут. Безусловно. То есть, ну, если человек вообще вменяемый, он поймет, что вы имеете в виду. Но есть такой момент, как ваш престиж, как иностранца. То есть, если вы говорите на иностранном языке достаточно грамотно, то и человек, который с вами общается, будет вас уже уважать намного больше. Потому что там целая цепочка, на самом деле, логическая, да, выстраивается у него в голове. То есть, если он разговаривает на английском достаточно хорошо, это значит, что он его знает. Если он знает, это значит, что он его выучил. Если он выучил, это значит, что у него хватает мозгов. Плюс он трудолюбивый. Если он трудолюбивый, значит, он успешный. И так далее, и тому подобное. То есть, знание иностранного языка автоматически поднимает вас на одну ступеньку выше в глазах иностранца, с которым вы общаетесь. То есть, на самом деле, что нам нужно сказать? Нужно сказать, I don't work here. То есть, отрицание делается с помощью вспомогательных глаголов. Do, либо does. То есть, она живет в этом доме. Вопрос. Она живет в этом доме. Does выйдет на первое место. И leave у нас будет уже без окончания. Сейчас мы немножечко позже, чуть подробнее рассмотрим этот момент. То есть, мы должны понимать, что в вопросительных и отрицательных предложениях всегда есть вспомогательный глагол. И он всегда будет стоять на первом месте. Причем, если в утвердительном предложении один глагол, а не am, is, are, то в вопросе и в отрицании всегда появится do, либо does. То есть, смотрите, у нас есть на самом деле твердый порядок слов. Постоянный, стабильный в вопросительном предложении. На первом месте будет стоять вопросительное слово. Что такое вопросительное слово? Правильно, это у нас what, why, when, да, кто, когда, где, почему и так далее. Это все вопросительные слова. Дальше за ним на своем месте будет всегда стоять do, либо does, вспомогательный глагол, потом подлежащее и потом сказуемое. То есть, сам смысловой глагол, который несет в себе смысловую нагрузку. Если вы потренируетесь и отрепетируете этот порядок слов, натренируете этот порядок слов, то вам всегда будет легко строить вопросы. Расскажу сейчас, как это лучше делать, чтобы довести свою речь до автоматизма. How I read, do you read? Да? Либо what do you do? Что ты делаешь? Смотрите. What do you do? Where does he work? Где он работает? Where does he work? То есть, смотрите, предложения разные, а порядок слов один и тот же. Это характерно для всех предложений в английском языке. Давайте потренируемся сейчас. Либо мы вставляем do, либо мы вставляем is. Запоминаем, если один глагол, и это не am, is, are, если один глагол, и это какое-то действие, вспомогательный глагол всегда будет do, либо does. Для он, она, оно. He, she, it. Во всех остальных случаях это am, is, либо are. Глагол быть. Итак, what, у нас здесь есть do, поэтому what do you do? Почему? Потому что это действие делать. What do you do? Это действие. Дальше. She clever. Она есть умная. Здесь прилагательное, когда мы описываем какой, мы говорим она какая, она умная. Дальше. You want to go. Ты хочешь уйти? Здесь у нас есть want. Хотеть и go идти. Действие. Do you want to go? Уходить. Это действие. How old is he? Естественно, когда спрашиваем о возрасте, это всегда будет am, is, are. Запомните. How old is he? Насколько старый есть он. Дальше. Он студент. Is he a student? Есть он студент. Когда мы рассказываем, кто мы или другой человек, мы ставим глагол am, is, are. Он есть студент? Дальше. Ты счастлив? Are you happy? Are you happy? Счастлив – это у нас прилагательное. Счастливый какой. Дальше. He worked here. Здесь появился глагол work. Все. Как только есть глагол, автоматически ставим does. Does he work here? Когда есть какое-то действие, ставим does. Работать это действие. И последнее. Are you here? Ты здесь? Are you here? И ответ. Yes, I am. Конечно, я здесь. I'm here with you guys. Я сейчас здесь вместе с вами. Good. So, let's continue. Еще одна распространенная ошибка – это неправильный порядок слов в предложении. Окей? Неправильный порядок слов в предложении. То есть, что происходит у нас в русском языке? В русском языке нам, в принципе, все равно, как ставить слова в предложении. Я могу сказать «я хочу спать», могу сказать «спать я хочу», а могу сказать «хочу я спать». То есть, что происходит в английском языке? В английском языке такой фокус не проходит. В английском языке есть твердый порядок слов. На первом месте стоит «кто что», потом «что делает», а потом все остальное. I want to sleep. Если вы будете соблюдать это правило, вас всегда поймут, и вам всегда будет легче разговаривать на иностранном языке. Итак, что же нужно понять? Я уже сказала, да, что есть подлежащее, сказуемое, и потом вся остальная часть предложения. Что я хочу предложить вам научиться делать? Это просто такой классный секрет на самом деле. Нужно научиться разговаривать формулами в английском языке. То есть, не стараться каждый раз выстроить предложение. Это для всех, кто сегодня писал, что тяжело понимать на слух. Сейчас я посмотрю еще раз. Да, вот были ваши комментарии, да, вот Ирина пишет, «С трудом подбираю слова при разговоре». То есть, мы не просто подбираем слова, мы на самом деле еще и подбираем, каким образом их между собой соединить. Если у нас нет четкой структуры в голове, мы не знаем, как соединить слова в предложении. Вот. И на слух, на самом деле, мы тоже плохо воспринимаем иностранную речь, еще и потому, что у нас в голове не лежат уже готовые формулы. Я вам открою такой секрет. На самом деле, все мы разговариваем с помощью клише. Скажите, неужели в русском языке вы каждый раз думаете, что вы заново выстраиваете каждое предложение? Неужели вы думаете, какой предлог каждый раз поставить, чтобы сказать «Я в офисе», «Я на работе», «Я в аэропорту» и «Он на кухне?» Почему мы говорим «на кухне», а не «в кухне»? Так исторически сложилось. Итак, поэтому на самом деле у каждого из нас в голове есть готовая формула, которую мы используем, чтобы разговаривать на иностранном языке. Даже маленький ребенок, он когда… Для ребенка, кстати, язык-то же иностранный, да? Даже русский язык, он для него все равно иностранный. Он фактически учится говорить с нуля. Что делает ребенок? Он запоминает, в какой ситуации была произнесена та или иная фраза. Ну вот, например, ему каждый раз говорят «Ну что ты опять плачешь?» Или «Ну что ты опять балуешься?» Или «Ну что ты опять натворил?» То есть он знает, что когда он сделал что-то не так, либо когда он не прав, ему скажет все. Вот смотрите, один и тот же порядок слов. «Ну что ты опять?» и глагол. Поэтому, когда его папа в следующий раз будет играть в танки на компьютере, вместо того, чтобы пойти с ним погулять, он подойдет и скажет «Папа, ну что ты опять играешь в свои танки?» «Пойдем уже гулять, да?» То есть ребенок в этом случае на самом деле, он не думает, как сформулировать предложение. Он взял готовую формулу и поставил в него играть в танки, и все. То же самое, тому же я советую вам научиться в иностранном языке. Что такое вообще формула? Что я имею в виду? Ну, например, «Я умею что-то делать», да, по-русски. «Я умею петь, я умею танцевать, я умею говорить, я умею вышивать крестиком». Все, каждый раз одна и та же формула будет в английском языке. Например, подлежащие «can» и глагол «to be» без частицы «to». Либо «I can dance, yeah, sing, fly, paint», к примеру. Сейчас еще кое-что хочу сказать. То есть мы строим, делаем определенные упражнения. Мы с вами переводим предложение с русского на основании таких формул. Вот я хочу сказать, прекрати это делать. «stop» плюс глагол «stop doing something» – прекрати делать что-то. Например, «stop»… сейчас я вижу ваши комментарии на самом деле, Вячеслав, я сейчас отвечу. «Stop doing something» – прекрати что-то делать. Например, «stop shouting» – прекрати кричать. Либо «stop jumping» – прекрати прыгать. Либо «stop talking» – прекрати болтать. Либо «stop playing» – прекрати играть. То есть я изначально знаю, что чтобы мне кому-то что-то запретить делать, нужно использовать вот такую формулу. Все. Я в следующий раз, чтобы сказать «прекрати так на меня смотреть», даже не буду думать, как мне это сделать. Я скажу «stop looking at me like that» – прекрати на меня так смотреть. Либо «вы когда-нибудь делали это?» Чтобы спросить у человека о его личном опыте, мы используем определенную формулу. То есть мы говорим «have you ever» плюс глагол с окончанием «иди». Либо третья форма этого глагола. И получается, если мы хотим сказать «быть в Бразилии». «Have you ever been to Brazil?» «Вы когда-нибудь были в Бразилии?» Либо «see this film» – видеть этот фильм. «Have you ever seen this film?» Либо «go hiking» – «have you ever gone hiking?» «Вы когда-нибудь ходили в поход?» Смотрите, я ничего не выдумываю. Я беру одно и то же предложение. Просто я знаю, что каждый раз, когда захочу спросить у человека о каком-то опыте из его жизни, я буду использовать именно вот эту формулу. Вот и все. То есть что рекомендую делать? Рекомендую переносить грамматику на конкретные ситуации в жизни. То есть представлять конкретно, в какой ситуации мы будем использовать ту или иную формулу. И, конечно же, брать список глаголов и за дня в день прогонять с одними и теми же формулами. Ну, например, Как часто вы встречаетесь с друзьями? Я встречаюсь с друзьями один, два, три раза в неделю. Берем следующее выражение. Как часто вы ездите в школу на машине? Я езжу в школу на машине один, два, три раза в неделю и так далее. То есть я фактически беру одну и ту же вот такую вот формулу и начинаю в нее вставлять все выражения. То есть откуда брать эти формулы? Это и есть ваша грамматика, которая дается вам в процессе урока. То есть на самом деле, когда вы получаете ваш урок в записи, уже вам даются вот такие вот готовые формулы. Ваша задача взять слова, приложенные к уроку, и просто это сделать самостоятельно. Секрет в том, что делать это нужно изо дня в день, причем желательно в течение не одного месяца. Вы можете тратить 15 минут в день на такое повторение, можете тратить час в день на такое повторение. Это не зубрежка. Это вы закладываете в голову на подкорку, вот сюда, вот очень-очень глубоко и надежно. Вот такие формулы для себя. И фактически вы в конце концов почувствуете, что вы можете говорить, не задумываясь и выдавать эту фразу целиком. По поводу акцента. Вставляли ли вы шарики в рот, когда учили, да, и ставили акцент? Нет, я скажу честно, по сути, я не ставила акцент в английском языке, потому что акцент – это очень относительное понятие. Акцент и правильное английское произношение – это абсолютно две разных вещи. То есть существуют стандарты по произношению звуков в иностранном языке. Именно поэтому это те стандарты, которые я стараюсь выдерживать. Если вы попадете на мастер-класс по произношению, либо на некоторых семинарах, я тоже стараюсь давать основы, некоторые моменты, да, по произношению, то вы поймете, что эти стандарты, они одинаковые везде, для английского языка вообще, да, мы будем говорить о standard English, такой вот классический английский язык. Акцент меняется от региона к региону, от страны к стране, от города к городу. Именно поэтому нельзя сказать, что акцент, он вообще в принципе нужен. Мой акцент несколько связан с тем, что я все-таки в Америке провела определенное время, а не в Англии. Именно поэтому есть такие моменты в речи, которые все-таки больше, как бы, американские. Можно сказать, что немножко где-то больше американский акцент, чем британский. Но будучи преподавателем английского языка, я стараюсь выдерживать такое произношение, чтобы меня мог понять вообще любой иностранец. То есть меня понимают все с моим произношением. Меня понимают индусы, китайцы, арабы, турки, понятное дело, да, там немцы, канадцы, британцы и так далее. То есть у меня достаточно чистое произношение. Если я ставлю акцент, то этот акцент будет работать именно в том районе, где я собираюсь его использовать. Это не значит, что он будет подходить для всех остальных, скажем, регионов, на которые говорят в иностранном языке. Окей. Еще один момент. Это отсутствие окончания s, либо es для третьего лица единственного числа. То есть he, she, it. Что мы обычно делаем? Мы хотим сказать, я играю на гитаре, I play the guitar. И переводим поэтому, он играет на гитаре, he play the guitar, да? Но если даже в русском языке есть изменения, игра you, игра you, it, почему бы в английском его не было? В английском на самом деле все намного проще. Английский, я вам скажу, вообще достаточно простой язык. Нужно просто его полюбить и смириться с некоторыми моментами, принять их как должное. И вы поймете, насколько английский язык на самом деле прост. Если просто посмотреть на него под другим углом. He plays the guitar. То есть мы добавляем s после он, она и оно. В третьем лице единственного числа. Конечно же, эту ошибку допускают все, реально даже продвинутые ученики. Потому что, когда мы начинаем думать уже не о грамматике, а о содержании предложения, обычно мы уже не соблюдаем никакие правила. Опять же, возвращаясь к чему, чтобы не думать об этих правилах вообще, нужно стараться довести свою речь до автоматизма, строя вообще однотипные предложения. I smile, she laughs, it flies, he drinks, she eats и так далее. То есть приучите себя, что рядом с этими местоимениями у вас всегда будет окончание s. Ну и на первых порах, конечно же, не торопитесь говорить, постарайтесь немножечко говорить спокойнее. Именно уже в процессе, да, на практике. Но на уроке вы должны держать космический темп. То есть мы работаем так быстро, насколько можем, только тогда вы сможете приучить себя к молниеносной реакции. Если вы на уроке думаете по пять минут над каждым предложением, то, к сожалению, можете даже не надеяться, что при виде иностранца у вас сработает какой-то инстинкт, и вы резко выдадите все предложения. Нет, к сожалению, чудес не бывает. Поэтому если мы работаем на уроке, вы должны приучить свой мозг работать очень быстро. То есть все эти фразы прогоняются, скажем так, в очень хорошем темпе. Когда вы привыкнете работать на уроке быстро, поверьте мне, разговаривать вы тоже начнете достаточно легко. Вот такое упражнение. He walks to work. Он ходит пешком на работу. Строим вопрос. Does he walk to work? Строим отрицание. He doesn't walk to work. Берем следующую фразу. She lives in Texas. Does she live in Texas? She doesn't live in Texas. И так еще 50 выражений. Пожалуйста, каждый день. Я вас заверю, у вас больше не будет проблем с построением предложений. Следующий момент. Неверное употребление указательных местоимений. This, that, these, those. Например, та книга не очень интересная, возьми вот эту. That book isn't very interesting. Take this one. Ну, скажем так, у многих вообще возникает вопрос, зачем нам нужны указательные местоимения. Они нужны. Они нужны, чтобы вообще понимать, к чему относится то или иное предложение или то или иное слово в английском языке. То есть, то ли это this, этот, то ли это this, эти, то ли это вообще those, вот те. Для иностранца это достаточно таки понятно. То есть иностранец слышит в нашей речи, какие местоимения мы употребляем, какие артикли мы употребляем. Они для него несут определенную информацию, какую-то нагрузку смысловую. Поэтому, конечно, мы на них не обращаем внимания, но лучше достаточно просто разобраться с этими словами. Запомнить, что this это этот, либо это или это, that, это тот, та, те. These. Смотрите, у меня this, these, this, these. Я улыбаюсь на и, these, эти, those, те. Что мы делаем? Мы тренируемся строить абсолютно простые предложения. Увидели, допустим, чашку и говорим this cup, да? Либо увидели пальцы и говорим these fingers и так далее. Можно вот так вот делать. This cup, that cup. These cups, those cups. This book, that book. These books, those books. Все, вам будет намного легче, если вы еще и будете делать перевод этих предложений. Еще одна ошибка, очень распространенная, это отсутствие артиклей. То есть, что мы обычно в русском языке делаем? Мы вообще, в принципе, не заморачиваемся по поводу того, что такое артикль. Что такое артикль? Кто мне ответит на этот вопрос? Еще круче вопрос. Как он переводится на русский язык? К сожалению, артикль не переводится на русский язык. Но для иностранца, опять же, эта маленькая буковка, либо эти три маленьких буковки, несут определенную смысловую нагрузку. То есть, если вы спрашиваете, who has a pen? У кого есть ручка? То англоговорящие люди понимают, что у вас просто нет ручки. Вам нужна любая ручка. Но, если вы скажете, who has their pen, они поймут, что вы ищете какую-то конкретную ручку, например, вашу. И, скорее всего, ничего вам не дадут, потому что у них-то нет вашей ручки. Правильно? Либо, дай мне ручку, пожалуйста, она в пенале. Give me their pen, please. It's in the pencil box. В этом предложении понятно, что вы ищете какую-то конкретную ручку, а не просто любую. То есть, артикль дает нам понять. Мы говорим о конкретном предмете, либо о каком угодно. И без артикля иностранцу достаточно трудно догадаться, что мы имеем в виду. Более того, есть некоторые глаголы, которые вообще произошли от существительных. Ну, или наоборот, да, существительные от глаголов. Например, fly, муха, fly, летать. Поэтому часто может возникнуть путаница, если вы не ставите артикль перед словом. Так, что нужно сделать? Нужно, во-первых, запомнить правило. Если в русском языке можно сказать «какой-нибудь» или «какой-то», то в английском вставим «э-эн». «Э» перед согласными звуками, «эн» перед гласными звуками. То есть, это и есть неопределенный артикль. Конкретно на примере показываю. Я хочу купить телефон, новый телефон. Мы тут можем поставить какой-нибудь? Можем. Я хочу купить какой-нибудь новый телефон. Ну, надоел мне мой старый, все, хочу его выкинуть. Я говорю «I want to buy a new phone», потому что можно заменить на какой-нибудь. У него есть квартира в центре Киева. Это предложение «ничего не говорить на моего квартире». Ну, какая-то у него есть квартира в центре Киева. Поэтому «he has a flat in the center of Kiev». Окей? «A flat». Почему стоит «the center»? Потому что в Киеве есть один единственный центр. Именно поэтому мы всегда будем перед словом «центр города» ставить «the». По той причине, что он один единственный. Где она? Она на кухне. Она на конкретной кухне, правда? Она не просто на какой-нибудь кухне, в каком-нибудь доме, у какого-нибудь соседа. Она на нашей кухне. Поэтому «where is she?» «She is in their kitchen». Все. Если вы научитесь задавать себе вот такие простые вопросы, вы не будете делать досадных ошибок. Потому что многим из нас, к сожалению, английский, ну, к сожалению, к счастью, наверное, английский нужен не только для того, чтобы путешествовать в Турцию, а еще и для того, чтобы эмигрировать за границу, либо уехать за границу по работе. Например, для того, чтобы уехать в Канаду по работе, нужно сдать экзамен IELTS как минимум на 4,5 балла general. И это и есть наш начальный уровень. Это уровень pre-intermediate. Немножечко расскажу сейчас, что такое pre-intermediate, когда буду рассказывать о самом курсе для начинающих. Итак, другие грамматические отличия. Неправильное употребление времен. То есть, что нужно делать? Не зубрить, а стараться понять то, что я говорила сегодня. Мы можем вызубрить формулы по сути, но мы не знаем, когда их применять. Старайтесь придумывать для себя образы. Старайтесь придумывать предложение. Пусть это будет одно предложение, пример для вас. Но для вас он будет ассоциироваться с конкретной ситуацией в вашей жизни. Ну, например, это пример не о временах будет, а вообще о структуре определенной. Есть у меня ученица маленькая, вот ей там 10 лет. У нее есть собака. Собака живет в будке. Мы долго не могли выучить предложение. There is a dog in the kennel. В будке есть собака. То есть, для девочки фраза There is a pen on the table ни о чем не говорит. На столе есть ручка, но она ее зазубрила и все, и не может строить других предложений. Но, когда мы выучили фразу There is a dog in the kennel. В будке есть собака. Теперь каждый раз мне стоит только напомнить об этой собаке. И автоматически фраза ложится на все другие предложения, на все другие пласты лексики. Абсолютно спокойно. Потому что мы ее, так сказать, спроектировали на конкретную жизненную ситуацию или на конкретную картину. Дальше. Незнание неправильных глаголов. К сожалению, ничем не могу вас порадовать в этой ситуации. Не могу рассказать волшебную методику, по которой неправильные глаголы учатся ночью за 5 минут. Но могу дать такую подсказку. Если вы не можете их учить наизусть по таблицам, можно учить их в стихах. В интернете сейчас огромное количество стихов, которые содержат в себе неправильные глаголы. Ну вот, например, Пожалуйста, забиваем любую строку в Google, ищем и учим стихи наизусть. Работает в любом возрасте, если вы спокойно можете учить стихи, стихотворения. Дальше. Неправильное употребление предлогов. Это то, что я говорила сегодня в начале семинара, что у нас птичка на дереве, а у иностранца птичка в дереве, in the tree. Либо я говорю, в понедельник, а иностранец скажет на понедельник, on Monday. Что делаем в этих случаях? В этих случаях мы учим предлоги в выражениях, то есть в контексте. Это еще один секрет, как научиться говорить бегло. Опять возвращаюсь к вашим комментариям. Я не зря, конечно же, задала эти вопросы в начале урока. Очень часто у нас языковой барьер, он на самом деле не языковой барьер. Это просто отсутствие автоматизма в нашей речи. То есть, если вы не знаете готовых предложений, ну пусть это будут не предложения, пусть это будут выражения, как бы клише, и не умеете объединять их в цельные структуры, не знаете такие фразы типа Have you ever been to Brazil? Вы, в принципе, вряд ли сможете заговорить на иностранном языке. То есть, еще раз объясняю. Мы говорим с помощью клише, поэтому, если я хочу выучить какое-то выражение, мне лучше учить его сразу, целиком, не слова отдельно. Например, Обратить внимание на это правило. Лучше учить не pay, платить, attention, внимание, и rule, правило. Три разных слова, они никак не связаны между собой. Нужно так целиком и учить. To pay attention at this rule. Обратить внимание на это правило. А потом с ним поработать и сказать I pay attention at this rule. Do you pay attention at this rule? Yes, I do. No, I don't. I don't pay attention at this rule. И потом, например, he точно так же сделать. И в прошедшем времени сделать. И задать вопрос. What do you pay attention at? И так далее. То есть, вы с каждой фразой должны научиться работать, обрабатывать ее, прогонять ее во всех временах, строить из нее предложение, и тогда вам несложно будет делать это уже в своей речи. То есть, доводите свою речь, еще раз говорю, до автоматизма. Это самая основная идея, которую я хочу до вас сегодня донести на этом семинаре. Вот. И, конечно же, самое главное правило, как говорят, а теперь забудьте все, что вы только что слышали, и запомните. Никогда не бойтесь открыть рот и сделать ошибку. Даже если вы не уверены в том, какой предлог стоит в этом предложении, лучше все-таки будет, если вы это скажете, чем вы вообще промолчите. Потому что тот, кто не пробует, тот, кто не делает ошибок, их и не исправляет. А также не растет над собой, да, и не улучшает свою речь. То есть, знания по-настоящему закрепляются только на практике. Мне очень понравилось. Был один комментарий на другом немножечко семинаре. Я спросила, какой у вас уровень. И вот один мужчина сказал, начальный нахальный. Я поинтересовалась, что такое начальный нахальный. Он сказал, что все недостающие слова поясняются с помощью жестов, с помощью рисунков и с помощью вот таких вот указаний, да, на... в сторону и так далее. То есть, пожалуйста, все в ваших руках. Учитесь общаться. Учитесь описывать слова. Если вы не знаете слово помидор, то скажите все, вас скорее всего поймут, что это помидор. Учитесь описывать. Мне когда нужны были плоскогубцы в Америке, я взяла листик и их нарисовала. Пришла к менеджеру общежития, и он мне сказал, I said, yes, I do. Я уже 9 лет помню слово flyers. Плоскогубцы. То есть, в таких ситуациях, естественно, слова запоминаются. Да, Михаил Верещагин. Уточните, в каких случаях is, в каких are. Спрягаю глагол быть. I am, you are, he, she, it is. Я есть, ты есть, он, она, оно есть. We are, you are, they are. Мы есть, вы есть, они есть. То есть, I am, я есть, he, she, it is, он, она, оно есть. Все остальные are. Is that understandable? Обычно можно еще так сказать. Для единственного числа is, для множественного числа are. Тоже обычно работает. Итак, немножечко расскажу. Обещала, что у нас там по времени, кстати. Да, как раз. Замечательно мы с вами укладываемся. Пожалуйста, пишите, если есть еще какие-то вопросы по поводу темы сегодняшнего семинара, потому что, естественно, обещала вам предложения интересные, обещала рассказать еще некоторые вещи, да. Дело в том, что мы, конечно же, имея уже, я говорила, да, как преподаватели школы иностранных языков Матерн, имея определенный опыт в преподавании, составили вот такую вот программу свою, которая называется пакет базовый. Что такое пакет базовый? Это наше предложение для вас. По начальному уровню изучения иностранного языка. То есть уровень этот называется pre-intermediate. Практически, upper elementary. Upper elementary to pre-intermediate. Пакет базовый у нас имеет продолжительность 4 месяца и стоит 15600 рублей. Рассчитан он на всех, кто либо не учил английский вообще, сейчас расскажу, как мы решаем вопрос с произношением, с чтением и так далее, либо для тех, кто учил английский раньше в школе, а теперь уже вот целых 3 месяца, например, решил учить его самостоятельно. То есть очень многие вещи, которые раньше были непонятны, либо они были недопоняты, недоучены, недоделаны, мы заново поднимаем, разжегываем и позволяем вам закрепить базу, потому что... Почему базовый уровень? Потому что база – это и есть ваш фундамент. По сути, я даже вот этот начальный уровень еще не называю таким вот настоящим английским. Нет. Это наш фундамент, это то, что нам просто необходимо для того, чтобы дальше сделать хороший шаг вперед. То есть нужно заполнить свои пропуски, которые у вас, возможно, есть, либо выстроить все с самого начала, если вы только начали изучать иностранный язык. То есть все это дает нам пакет базовый продолжительностью 4 месяца и стоит он вообще-то в нормальном режиме 15 600 рублей. К пакету базовый у нас еще идет разговорный курс, это называется мотивационная программа «Достигатор» и имеет продолжительность 2 месяца. Вот это как раз тот аспект, либо та часть курса, которая позволяет всем, кто начал изучать иностранный язык, все-таки разобраться с правильным произношением, все-таки разобраться с правилами чтения в иностранном языке, понять вообще, какие законы существуют. И для тех, кто уже немножечко разговаривает, но, к сожалению, еще не понял, как правильно строить вопросы, ответы и кому нужна тренировка, вот этот курс для вас. Вы можете приобрести их вместе, вместе это будет стоить 23 400 рублей. Но, конечно же, как я и обещала, для участников сегодняшнего семинара мы делаем скидку 10 140 рублей, и все желающие могут приобрести этот курс, пакет базовый, плюс «Достигатор», мы параллельно подключаемся к ним, за 13 260 рублей, целиком в комплекте. Чтобы это сделать, вы можете пройти по кнопке под этим видео и оставить свою заявку. То есть на самом деле это еще не приобретение курса, но наши специалисты с вами свяжутся. Что такое заявка? Это имя, фамилия и ваш номер телефона. Я так думаю, наверное, электронный адрес еще там нужно оставить, чтобы мы могли с вами иметь какую-то связь. То есть таким образом наши специалисты просто увидят, что вам интересно, вы хотите, и, возможно, у вас будут вопросы по стоимости, по возможности рассрочки, может быть. То есть мы стараемся, конечно же, какие-то предоставлять удобные варианты приобретения курса. И по наполнению этого курса бывают тоже вопросы. На все это, на все эти вопросы вам ответят наши специалисты. Итак, еще раз говорю, что чтобы приобрести... Сейчас, один момент, пожалуйста. Чтобы приобрести пакет базовый, мы проходим по кнопке и оставляем свои данные. Пока вы думаете, принимаете решение, я, конечно, сейчас расскажу, зачем он вообще нужен и что, собственно, входит в пакет базовый, что это такое. То есть это 16 полноценных уроков продолжительностью 1 час каждый. У вас есть возможность смотреть видео и видеть презентацию. То есть то же самое, что вы сейчас видите на своих экранах, вы видите преподавателя и вы видите презентацию. То есть урок будет у вас именно в таком виде. Это значит, что все слова будут начитаны для вас преподавателем, вы сможете все это прослушать столько раз, сколько вам нужно и повторить столько раз, сколько вам нужно. Потому что ваши уроки будут доступны для вас в любое время, в течение неограниченного времени в вашем личном кабинете. То есть все 16 уроков будут загружены туда сразу же после приобретения вами курса. Также вы можете скачать аудио и прослушивать его, не находясь дома, например, за компьютером. Каждому уроку вы получаете домашнее задание, которое проверяется учителем. И список необходимых слов для изучения. То есть по сути, что мы сделали? Мы понимаем, что сейчас у нас достаточно все в такой спешке происходит. То есть все куда-то бегут, времени мало у нас, постоянный цейтнот, у нас много работы. И очень многие люди просто не в состоянии позволить себе самостоятельно изучать английский, перерывать учебники, выписывать слова, самостоятельно разбираться с правилами и так далее. Именно поэтому мы решили сделать это вот в таком виде и подать это все для вас уже на тарелочке с голубой каемочкой. То есть все слова для вас уже выписаны. Домашнее задание для вас готово. Вы отправляете его на e-mail, преподаватель проверяет ваше домашнее задание, пишет комментарий. Таким образом мы обеспечиваем постоянный контроль нашим ученикам. То есть вы не чувствуете себя брошенными, естественно. Вы чувствуете, что постоянно преподаватель рядом с вами. И это очень круто, потому что часто происходит так, да, курс приобрели и разбирайтесь с ним сами. То есть мы не бросаем своих учеников, мы всех поддерживаем и готовы ответить на ваши вопросы и, конечно же, скорректировать ваши знания, чтобы если вы где-то сделали ошибку, вы больше ее не повторяли. Мы все это вместе обсуждаем. То есть за 16 полноценных уроков, изучая пакет базовый, вы получаете примерно полторы тысячи слов. Это наш словарный запас. Что такое полторы тысячи слов? На самом деле это словарный запас для повседневного общения. То есть то, что мы с вами вот сейчас обсуждаем, включает в себя, ну, может быть, немножечко больше этих полторы тысячи, но для общения на повседневную тему этого вполне достаточно. Это не значит, что мы готовим вас исключительно к путешествиям. Нет, это немножечко другой курс. Это тот курс, который просто включает в себя все знания базовые, необходимые для того, чтобы продвигаться дальше в иностранном языке, в изучении иностранного языка. То есть все, кто учит с нуля английский язык, имеет возможность достаточно точно, спланированно и системно освоить уровень английского языка до upper-elementary, практически до pre-intermediate. Это соответствует уровню А2 по международной шкале. Либо, если вы уже учили иностранный язык, то пакет базовый позволит вам закрыть свои пропуски, которые, к сожалению, у всех у нас существуют. То есть бывает так. Хорошо. Пожалуйста, ваши вопросы еще. Я сейчас просто буду дальше рассказывать еще о некоторых предложениях о достигаторе расскажу. Значит, мотивационная программа достигатор. Это то, что идет у нас параллельно с базовым курсом. Вы можете ее приобретать, вы можете ее не приобретать, но в любом случае это позволяет вам посещать живые уроки с русскоязычным преподавателем, шесть уроков, и с иностранцем еще два урока для практики того, что вы уже выучили в течение шести уроков по программе достигатор. Каждый урок у нас идет примерно полтора часа. Мы стараемся делать его не очень большим, на самом деле, где-то час-двадцать, чтобы люди тоже не сильно уставали, потому что в онлайне заниматься, это специфические такие уроки получаются. Но, тем не менее, это интересно, это здорово. Собирается группа людей, в которой вы реально можете видеть свой уровень и свой рост. Когда мы сидим сами за компьютером, мы вообще не понимаем, что происходит. То ли мы выучили, то ли мы не выучили, то ли нас проверили, то ли не проверили. Я, к сожалению, не могу проверить, выучили вы слова или нет. Проверим ваше домашнее задание, потому что слов достаточно много, и объем каждого урока реально достаточно большой. Поэтому на вот таком вот курсе разговорном мы с вами можем встречаться и уже более подробно, точнее, не подробно, а мы можем с вами разговаривать на таком курсе. И задача курса мотивационной программы «Достигатор» является не выучить огромное количество слов. Нет. Скорее, это только своего рода тренажер. То есть мы тренируемся, мы прогоняем одни и те же фразы, и мы учим людей работать дальше самостоятельно. Понятно? То есть на этой программе мы учим людей учиться. Мы показываем, в каком режиме нужно работать, чтобы довести свою речь до автоматизма. И дальше, конечно же, пожалуйста, они идут дальше сами, работают сами, и у них есть возможность быть уже вполне самостоятельными. Ага. Вот Вита задал вопрос. Комплект временный, или же я получу на постоянное хранение этот комплект? Ну, насколько я знаю, комплект у вас на постоянное хранение хранение уходит, он будет в вашем личном кабинете. То есть вы его получаете не на 4 месяца, а постоянно все эти 16 уроков будут в вашем личном кабинете. То есть вы, по сути, да, личный кабинет, вы можете даже скачать эти уроки для себя, пусть они будут у вас, ну, в компьютере, например. То есть уроки для вас будут доступны. Конечно же, если мы постоянно стараемся улучшать нашу программу, если какие-то обновления происходят, то они тоже будут закачиваться в ваш личный кабинет, и информация постоянно обновляется. Так, хорошо. Еще раз вернусь к моменту стоимости. Пожалуйста, если у кого-то вопросы возникают, еще раз скажу, что пакет базовый имеет продолжительность 4 месяца и стоит 15 600 рублей. Также мотивационная программа имеет продолжительность 2 месяца и стоит 7 800 рублей. То есть общая стоимость у нас 23 400. Если вам это интересно, то предложение это для вас. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, проходите по ссылке. Еще раз говорю, что вы, оставляя свою заявку, еще не приобретаете этот курс. Однако у вас есть возможность пообщаться с нашим представителем из отдела продаж. То есть вы можете задать все интересующие вас вопросы и таким образом понять, что конкретно, дать понять, что конкретно вас интересует. То есть, может быть, у нас будут другие предложения для вас. Вы обсудите ваш уровень реальный с нашим представителем, с нашим специалистом. Посоветуйтесь, как лучше это сделать, что лучше приобрести. То есть у нас даже есть такие варианты, что человек приобретает следующий курс уже для продвинутых, но, чтобы подтянуть произношение, берет мотивационную программу достигатор для себя. То есть все это обсуждается, мы стараемся найти максимально, ну, как бы оптимальное предложение для наших клиентов, чтобы это все отвечало все-таки их требованиям. Поэтому, пожалуйста, еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день просто возникают очень часто вопросы, зачем мне вкладывать куда-то деньги, если, может быть, я где-то там найду это бесплатно и так далее. Скажем так, для человека очень важна мотивация. Естественно, мы понимаем, что тот, кто приобрел курс, будет им заниматься. Если вы решили, что будете заниматься сами, пожалуйста, это ваш выбор, да, вы можете, конечно, это делать сами, но мы тоже хотим вам предложить вот такую вот вещь, потому что мы знаем, как научить людей иностранному языку. Мы уже опробовали эту программу на наших студентах не один раз. Именно поэтому мы готовы сейчас предложить ее вам. Что такое приобретение курса? Это инвестиция в себя на сегодняшний день, потому что, к сожалению, английский для нас сегодня это уже не роскошь, а это своего рода обязаловка. Очень многим из нас просто необходимо знать иностранный язык. Давайте возьмем, например, специалистов по IT-технологиям, да. Естественно, если мы в состоянии общаться, если, например, программист в состоянии общаться с иностранными заказчиками самостоятельно, его ценность возрастает в два, в три, в четыре раза, чем постоянно ему нужен переводчик. Так, дальше. Хочу еще сказать, что если мы хотим, например, уехать за границу, да, тоже нужен иностранный язык. То есть, чтобы приобрести визу, чтобы получить вид на жительство, нам необходим иностранный язык. Дальше. Следующий момент. Выйти замуж. О, класс. Выйти замуж. Тоже нужен английский язык. Поэтому я еще раз хочу просто сделать акцент на том, что приобретение курса это инвестиция на сегодняшний день. И инвестиция достаточно выгодная. То есть, это вложение в себя, в свое развитие, в свое образование, что впоследствии позволяет, естественно, повысить свою квалификацию как сотрудника. Это я говорю для тех, кто у нас, скажем, работающее население из присутствующих сегодня. Английский язык сегодня нужен для всех. Мы это знаем. Так, что еще интересного хотела рассказать? Хотела сказать, что есть также продвинутый курс английского языка. Если у вас есть вопросы, вы точно так же можете оставить заявку, и специалисты наши с вами свяжутся, вы с ними это все обсудите. Потому что у нас для вас сегодня вот такое предложение. То есть, продвинутый курс стоит точно так же 15600 рублей. И для него есть разговорный курс, но уже для продвинутых учеников. У него немножечко другая будет направленность, которая называется «Говорун». Он также стоит 7800 рублей. То есть, по сути, курс у нас, стоимость курса одинаковая. Базовый курс, плюс разговорный, плюс мотивационная программа, а также продвинутый курс, плюс разговорный курс для продвинутых. Но все присутствующие на этом семинаре могут приобрести и тот, и другой курс с хорошей скидкой. То есть, это не 46800, а 21840 рублей. Вот такое предложение интересное на сегодня для тех, кто реально настроен изучать иностранный язык. То есть, менять что-то в своей жизни, да, получать новые возможности и не ограничивать себя знанием только одного языка. То есть, что нам дает иностранный язык? Возможность общаться. Возможность общаться, возможно, кстати, со своими коллегами. То есть, что получается? Если вы работаете над каким-то проектом, да, если вы занимаетесь научной деятельностью, то вы очень часто можете завести новые связи. Можно начать общаться в чатах, можно начать общаться на форумах со своими коллегами на английском языке. Вы заводите связи, вы, возможно, вас пригласят в гости. Я понимаю, что я далеко забегаю, но на самом деле все это реально. То есть, английский язык дает вам возможность налаживать определенные контакты и затем, конечно же, использовать их в своих целях. либо, если мы видим новую информацию, она появляется в интернете, мы уже можем прочитать ее на английском языке. Допустим, ее еще нет на русском, но у нас уже есть доступ к этой информации, потому что мы понимаем, что там написано. Таким образом, мы можем это переводить для себя и включать в свои какие-то разработки, да, в свои проекты и так далее. У меня были студенты, например, которые учили иностранный язык. Ну, вот девочка занималась конным спортом и хотела смотреть семинары на английском языке. То есть, не все семинары крутые, дорогие были переведены на русский язык, но на английском они были и каким-то образом вот можно было их достать. Поэтому ей интересно было изучать иностранный язык для того, чтобы получать знания о том, как на международном уровне, какие требования сейчас у нас на международном уровне по работе лошадей, в спорте и так далее. То есть, у каждого на самом деле свои цели. Но еще раз говорю, приобретение курса это на сегодняшний день инвестиция самого, вон, самого себя. Это выбор каждого, это ваш выбор. А наше дело, конечно же, предложить вам. Итак, я думаю, что мы потихонечку будем, наш семинар потихонечку подходит к концу. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, я еще пока что жду. Ваших вопросов. Если у вас вопросов нет, в любом случае рекомендую оставить заявку, пройдя по кнопке под этим видео, и уточнить, да, если у вас они появятся, по крайней мере, у вас будет возможность их задать. И, соответственно, ваша скидка остается за вами. Возможность приобретения курса со скидкой остается за вами. Спасибо большое, Наталья, очень приятно. Вы, наверное, у нас не первый раз, да, на семинаре, а я вот почему-то вначале сегодня не спросила, кто и в который раз присутствует. Ну, хорошо. Я думаю, что мы с вами еще увидимся на следующих наших семинарах. Я благодарю всех за присутствие, за то, что потратили свое время, я надеюсь, не впустую, за то, что потратили силы, да, свои после тяжелого рабочего дня. Очень надеюсь, что эти знания принесут вам пользу, которую вы сегодня получили. И, конечно же, вы сделаете правильный выбор, рассматривая изучение иностранного языка. I'm sorry. Okay. So, thank you for your attention and for your cooperation. I wish you good luck. Спасибо всем за внимание. Пожалуйста, если есть вопросы, пишите в Skype нашей школы. А мы с вами встретимся на следующих семинарах либо на живых уроках в мотивационной программе Достигатор. Всем пока. Thank you for your attention. Good luck and bye-bye, guys.